Коротко о музыкальном и видеопроигрывателе. Итак, мы нажимаем на меню, ищем музыку. Динамик действительно громкий, очень громкий. Даже если его закрыть, то громкость практически не уменьшается. Громкость действительно максимальная, наверное, для подобных устройств. Теперь посмотрим, как воспроизводятся видеофайлы. Для этого мы заходим на все видео. И воспроизводим какой-нибудь небольшой файл, потому что, честно говоря, остальные все глючат. Можно свет выключить да посмотреть. Вот так вот воспроизводится такой видеофайл. Сейчас мы посмотрим фильм, например. Сейчас найду фильм. Вот, по-моему, фильм. Это, к сожалению, видео, которое я записал на этот телефон. Видите, как сильно залапывается экран. Так, ну, в таком, кстати, виде можно перемещать. Вот это, по-моему, фильм. Перелистали нечаянно. Ну, примерно так это все выглядит. То есть, в принципе, смотреть можно, но, к сожалению, я могу сейчас показать, как вот, например, запускается видеофайл 800 на 600 и что происходит, чтобы не быть голословным. Вот, запускаем. Все. Ничего не происходит. Плюс ко всему мы не можем... О, вышли. Наконец-то. Но, тем не менее, файл не воспроизводится. Вот, что я хотел сказать по поводу музыкального проигрывателя и видеофайлов. Единственное, еще могу добавить про качество звука, воспроизводимого через 3,5-миллиметровые наушники. Вернее, разъем на стандартные наушники. Громкость очень большая. Даже приходится иной раз уменьшать. В метро слышно действительно хорошо. Единственный минус, хоть и присутствует здесь... Сейчас я вам покажу. Если бы... Вот, аудиоэффекты. Здесь присутствуют вот такие вот настройки. Режим Surround, режим эквалайзера. Даже если выставить эти все параметры довольно на высокий уровень. Ну, то есть, например, низкие частоты выкрутить на всю. Все равно звук остается не очень хорошим. И, наверное, опять же, нельзя использовать этот телефон как стопроцентная замена. Какому-нибудь хорошему MP3-плееру.